Смоленскую область 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 Мы смогли его провести летом на день города Рыбинска. Провели его, для нас это особая гордость, как именно краудсорсинговое мероприятие. То есть фактически без бюджетного финансирования смогли собрать большой пул городских сообществ, которые активно откликнулись. Причем это и спортивные клубы, и популяризаторы науки, и какие-то крафтовые индустрии, и, конечно же, фуд-индустрия. И провели, помимо, собственно, фестиваля на улице, также задействовали площадку внутреннего двора. Это частная территория, на которой провели большой кинопестиваль. И еще одну крафт-выставку смогли организовать вдоль, собственно, набережной города. Таким образом, участие администрации здесь было именно разрешительным и соорганизующим. Очень важно, что именно сами сообщества выступили с инициативой соорганизоваться, показать себя друг другу, покоммуницировать друг с другом, показать себя жителям города, заявить о себе. Я считаю, что достаточно успешно прошло это мероприятие, самое первое, пробное у нас. Конечно же, проводится большой массив и разнообразных других городских мероприятий. Но это прошло как мероприятие именно городских сообществ. Кроме того, в рамках взаимодействия с агентством стратегических инициатив удалось собрать еще и сообщество активистов, сообщество креативщиков под эгидой так называемой программы UrbanSprint, которая сейчас продолжается агентством стратегических инициатив и в 2021 году по программе создания креативных кластеров вообще в целом по России, поскольку мы все знаем, год 2021 объявлен у нас годом креативной экономики. Еще одно знаковое мероприятие, которое, я уверен, будет продолжаться у нас и в этом году, это так называемые Рыбинские выходные. Мы формируем разные гипотезы по вовлечению сообществ. Здесь, Рыбинские выходные, основной мотив это собрать некоммерческие организации. То есть, весь тот пул некоммерческих организаций, которые с той или иной долей успеха живут и работают у нас в городе. Удивительно, что на первую нашу встречу организационную пришло буквально, может быть, человек 6-7. Изначально диалог начался буквально из нескольких, троих, пятерых активистов, кто начинали эту тему обсуждать вместе с нами, с моими коллегами. Но на само мероприятие пришло 20 городских сообществ. Через сарафанное радио, через соцсети они смогли соорганизоваться, они смогли привлечь до тысячи человек гостей на это мероприятие и показать целый ряд, опять же, различных активностей, которые у нас порой может быть и скрытые для городского жителя, который не знаком с рядом организаций, они просто скрытые и никто о них не знает. Такая получилась хорошая площадка еще и некоммерческих сообществ, которую мы, конечно же, будем продолжать. Причем самая главная логика этих фестивалей, по сути, в том, что они являются таким смотром сообществ, смотром организаций и возможностью их коммуникации, для того, чтобы определить, какие из этих организаций, какие из сообществ максимально привлекают к себе интерес, максимально жизнеспособны и максимально могут сформироваться, как устойчивый бизнес на территории, в том числе на территории исторических кварталов города. Как я говорил в самом начале выступления, помимо вот таких общественных активностей, администрации города вместе, назову имя Митя Кузнецов, это местный фолк-музыкант, фолк-исполнитель, который совместно с администрацией инициировал такой огромный проект, который охватил большую часть исторического центра, это музей живой исторической вывески под открытым небом. Вот здесь на слайде можно увидеть, как поменялся внешний облик наших зданий в историческом центре, в том числе за счет значительных усилий по городскому благоустройству, а также и по привлечению внимания к этой активности. Улица Крестова, это вот центральная улица, на слайде представлена, признана лучшей торговой улицей России в 2020 году на конкурсе Минэкономики. Вот. И помимо вывесок важен вопрос, а что дальше? Вывеска это прекрасно, это хайп, это прозвучало, а что дальше? Что дальше за этой вывеской? И здесь мы отвечаем на вопрос силами наших городских сообществ. То есть это как раз и малый бизнес, это как раз и креативные сообщества, которые наполняют эти пространства своей устойчивой деятельностью. Конечно же мы не находимся в какой-то уникальной ситуации, внимательно отслеживаем и коллег, и успешные проекты, такие как Иркутские кварталы, знакомый с Сергеем Маяренковым, который является главным продвигателем и идеологом этого большого проекта, дружим с коллегами из Ярославля, с коллегами из Барнаула, активно интересуемся их деятельностью. Причем у проекта «Живые кварталы» есть целый ряд интересных особенностей по сравнению с другими проектами. Хочу подчеркнуть, что проект реализуется без некого крупного якорного резидента. Конечно же, проходит вся интеграция и взаимодействие с разрешительными процедурами со стороны администрации и прочих разрешающих органов. И этот проект, конечно же, идет во взаимодействии с благоустройством исторического центра. То есть это логичное продолжение, как я уже, может быть, повторюсь, наполнения прекрасного исторического центра, который становится все более комфортным и обустроенным, наполнение его активностями, которые привлекают жителей. К нами изучены были все возможные проблемы и риски при реализации проекта. Это начиная от самых таких минимизируемых рисков, таких как контролирующие, о чем я говорил, и нежелание, допустим, собственников включаться, и заканчивая, конечно же, коронавирусными ограничениями. К счастью, нам удалось пройти вот этот вот период без больших потерь в смысле организации наших мероприятий именно летом 2020 года. Мы большие надежды возлагаем на начинающийся 2021 год с постепенным послаблением по этой коронавирусной ситуации. Продолжаем наши активности. Еще раз хочу подчеркнуть, что команда, которая реализует этот проект, она должна быть однозначно разноплановой. С одной стороны, администрация как разрешающий орган, как орган координирующий. С другой стороны, представители бизнеса, которые сами являются стейкхолдерами и сами заинтересованы в своем развитии, в повышении своего чека на улице и на своих объектах. И, собственно, креативщики, которые генерируют идеи, генерируют проекты и реализуют их на этих пространствах. В течение 2020 года нам удалось реализовать вот эту дорожную карту, которую мы наметили. Я не буду на ней подробно останавливаться. Конечно же, презентацию Андрею скину и для коллег буду готов ответить на вопросы. Но хочу обратить внимание, что эта работа, она не стихийная, она абсолютно плановая, планируемая. И в этой логике, в которой мы запланировали, мы ее и реализовали за 2020 год. Причем вот еще несколько таких вдохновляющих кадров. Это, собственно, кадры с мероприятий на улице Ломоносова, которые прошли у нас в рамках фестиваля. Здесь представлены и фуд-индустрия, и коллекционеры наши, вот прекрасный коллекционер мотовездеходной техники. Здесь и творческие объединения, и спортивные объединения, которые участвовали в наших фестивалях. Мы, конечно же, продолжаем нашу активность в 2021 году. И у нас реализуется целый набор инициатив, помимо тех, о которых я уже сказал. Это новая инициатива по созданию 950 кадров живых сообществ. Это физические кадры, вдохновляющие тех людей, организаций, активностей, которые проходят у нас в городе. Она приурочена к 950-летию города, которое пройдет у нас в августе 2021 года. И я с удовольствием, конечно же, приглашаю всех коллег и жителей Смоленской области, вас приглашаю всех к нам в Рыбинск на 950-летие. 7 августа 2021 года. Кроме того, мы вовлекаем все имеющиеся региональные структуры, такие как Кванториум, молодежный техноцентр Кванториум, который реализует ряд проектов с нами. Конечно же, проходят у нас субботники городских сообществ. Фактически, это целый ряд все тех же самых участников, активистов, которые спасают или сохраняют объекты культурного наследия. Это, конечно же, отдельная история и отдельная боль, наверное, тоже характерная для всех городов спасения объектов культурного значения, которые порой находятся в руинированном состоянии и, может быть, недостаточно законсервированы. Здесь тоже проходит большая работа городских активистов. Ну и, собственно, подводя итог своему такому, наверное, короткому выступлению, хочу сказать, что принципиально важный, еще раз подчеркну, в такого рода проектов именно системное взаимодействие от трех сторон. Городских активистов, городского бизнеса, бизнеса плюс собственников и, конечно же, административных органов, администрации и других разрешительных органов. Мы в городе Рыбинске продолжаем наши инициативы, готовы всех приветствовать в любых коллаборациях, готовы делиться своим опытом, ну и готовы сейчас, я готов ответить на любые вопросы. Со мной, кстати, тоже Алексей Горбачев, мой коллега из Туристско-информационного центра, я его сразу немножко не представил, но он в программе тоже представлен. Коллеги, поэтому готов отвечать на вопросы. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, сейчас будем задавать вопросы. Смотрите, вопрос такой, вот вы упомянули, да, 130-й квартал, может быть, я такой немножко, так как я там не раз бывал и, в общем-то, Николу тоже знаю, вот все-таки есть такое мнение, что концепция сейчас 130-го сильно распалась из-за того, что, ну, неправильная там управляющая компания, договор, что очень разношерстно все стало внутри. Вот я на престоле Казакевичем общался, приглашал тоже выступать вот в Думу, когда мы собирали вот эти лучшие практики по России, приглашал мэра Иркутска. Вот, и вот ваше мнение, вот с точки зрения сейчас, насколько на них можно ориентироваться? Смотрите, это вопрос, конечно же, бизнес-модели, если отвечать всерьез на этот вопрос. Понимаете, в чем вопрос, то, что концепция изначально распалась и очень много собственников, арендаторов, которые каждый, ну, в свою концепцию играет. Да, вот я про это… Да, 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 Андрей, я продолжу отвечать. Собственно, вопрос бизнес-моделей в чем? Это бизнес-модель одного крупного игрока, к которому подключаются несколько малых, и это разные бизнес-модели разных игроков, которые играют каждый на своем поле. В принципе, для крупных действительно коммерческих проектов, а мы понимаем, что креативные кластеры возможны, наверное, только как крупные коммерческие проекты, малые они вряд ли окупаемы. Для крупного проекта, конечно же, важна единая модель. В случае, если эта игра происходит как ряд проектов, ну, тогда это некий распределенный такой кластер, в котором каждый двигается в своем направлении, и, возможно, только синергические эффекты между ними, если партнеры так или иначе договариваются. Вот у меня такая позиция. То есть, согласованность изначальная, да? Конечно. Вот я приглашал выступать как раз коллег не 130-го, это известный кейс, да, из Иркутска, а там есть парки с силами предпринимателей. Толя Казакевич, я говорю, приглашал главу города Берниково, Иркутска, да, сейчас он сменился уже. И вот в связи с этим мне показалось, что более интересные концепции, которые создали вот коллеги на основании, ну, там же, в Иркутске, да, на основании 130-го, когда они консолидируются в управляющей компании, малые предприниматели, им задается уже какой-то определенный стандарт. Вот понимаете, да, о чем я говорю? Вот у вас как с этим непосредственно в Рыбинске? Андрей, у нас есть четкое понимание, что без, как бы, координатора сами участники единую концепцию не сложатся, то есть, и здесь возникает момент, кто является тем смыслообразующим и, как бы, таким моделирующим звеном. Нам нравится вот модель, допустим, Петербурга и частично Москвы, где складывается союз собственников. Вот почему-то Алексей сказал по поводу улицы Христовой. Вот мы сейчас есть у нас проект созданием такого, как и каталог недвижимости, и у нас выпущена книга. То есть, создание союза собственников конкретно торговой улицы. То есть, там порядка ста домовладений. И тогда появляется тот субъект, который заинтересован в прокачке площадей, набережных. То есть, начну капитализацию, это непосредственно влияет. В том числе, в муниципалитет есть ряд объектов, который заинтересован ввести в оборот, продать их, да, либо как по инвест-контракту передать под то использование, которое мы формулируем. То есть, вот это креативная индустрия, индустрия гостеприимства, общественная деловая функция и жилье. То есть, вот четыре направления, по которым мы считаем, исторический центр должен развиваться. И предприниматели такую концепцию, они ее поддерживают. Потому что они увидели, что кто-то, ну, допустим, администрация, либо какие-то предприниматели, начинают такими категориями мыслить, что не просто, давайте, вот то, все, а что это непосредственно такой рыночный шаг. И он системный, он системный, интегральный шаг. Про сообщество здесь, Алексей сказал, эту мысль, да, что у нас в городе реально, ну, город культурный, и мы предполагаем, и это подтверждается, что вот этим контент, и креативный контент, и культурный контент, он есть. Просто что нету точек взаимодействия, точек кипения таких вот живых точек. И через уличные фестивали, таким вот способом, и вот через кадры, которые показал Алексей, мы пытаемся выявить живых их лидеров и показать варианты их стыковки, взаимодействия. Потому что собственникам тоже важно понимать, они, ну, такую позицию, то есть лет, там, 10 назад все можно было взять в аренду. Понимаю. Я же, собственно, в первом акселераторе трекер 100 городских лидеров и много объездил, посмотрел. Вот. Коллеги, вот вопрос поступил. География туристов ваших. Ну, у нас, смотрите, у нас турист, туризм для нас является одним из драйверов. То есть мы не говорим, что он там решит все задачи. У нас на исторический центр приходится еще 200 тысяч жителей. И наша задача, в первую очередь, показать сценарий использования жителями этих территорий. Сам трафик туда пускаете просто. Самих жителей. Да. А турист, как бы, это вот использование той функции индустрии гостеприимства, что мы его разовем к себе в гости, свою гостиную. И мы сами там отдыхаем, вдохновляемся. Поэтому у нас тут нет такой... Мы пытаемся идти от искусственности. Вот это для туристов, там, музей. А вот мы сами туда не живем, не ходим. Вот у нас таких моментов в этом плане сложилось понимание. А все-таки, ну, соотношение между внешними и внутренними примерно? Ну, у нас город вообще закрытый был. То есть, если понятно, вот сравнивать с коллегами, да, у нас побольше. Все-таки мы находимся на таком оживленном пути. То есть, ну, около... Значит, в этом году, вот, даже с предпандемии, мы приняли 80, там, теплоходов. 80. Да, но они там были в усеченном формате. То есть, ну, это как бы для нас таким вот их сценарий пребывания 3-4 часа в городе, он не сильно влияет. Он, да, он выступает одним из. У нас даже, вот сейчас мы прокачиваем отдельно, допустим, драйвер студенчества, молодежи. То есть, тоже вовлечение исторической части в их сценарий жизни. Это тоже очень важный момент, потому что оно как бы обособлено в студенческий кампус. Как вы сказали, да. Да, и эти вот эти вещи, то есть, стыкуя вот эти вот живые практики, мы смотрим, что заходит, что нет. И просто такой кейс, да, когда сами собственники спрашивают, у меня есть здание, а как вы считаете, что в нем может зайти? Как мод? И здесь мы выступаем определенными консультантами и можем с помощью в таком демо-режиме попробовать вариант. Допустим, там, галерейный, там вот у нас хорошо заходит частное музей. Когда такая вот есть прецедент, когда московские коллекционеры размещаете свои коллекции. То есть, есть лидеры мнения среди них, им это удобно, им это комфортно, и они понимают структуру управления этим бизнесом. Ну, и все-таки, коллеги, географически, может быть, я вначале не сказал, Рыбинск, это порядка 300 километров от Москвы, ну, достаточно неплохая доступность, да, и от центра, собственно, то есть центр центрального федерального округа, поэтому, конечно же, аудитория туристов, это центр России, да, и иностранные туристы, которые через центр России путешествуют по России, это наша аудитория. Да, еще вопросик, если позволите, был, что такое крафт, ну, это имеется в виду индустрии, связанные со всем тем, что делается своими руками, начиная там от горшочков какой-то, керамики, рисования, может быть, изготовления каких-то украшений, может быть, даже и напитки, то есть это вот все, что делается по каким-то, по особым рецептам своими руками, да. Ну, в этом, да, дополнительная ценность для туристов, особенно с московского трафика. Вот, Алексей, вы сказали три ключевых стейк-холдера, но, по сути, я так понимаю, что у вас есть карты городских сообществ тоже, да, но вы назвали вот этих активистов, вы назвали собственников, вы назвали администрацию, по сути, правильно? Да, да, конечно. Ну, я, насколько я понял, если вы акселератор оси, то вы, наверное, строили карту городских сообществ, вы очень хорошо представляете их структуру, соучаствующие проектирование, возможно. Кстати, может быть, вы можете немножко несколько слов коллегам рассказать об этом, как вы непосредственно в Рыбинске вовлекали и соучаствующие делали, вот чуть-чуть. Да, отлично. Как раз в 2020 году, проходя акселератор оси, мы, в общем-то, плотно и занимались этими вопросами. И что самое классное, на мой взгляд, как чиновника муниципального, что удалось в неформальной такой точке кипения у нас сформировать сообщество, которое достаточно устойчиво и между собой коммуницирует, и реализует, участвует в тех или иных городских активностях и городских проектах. Неформальная точка кипения – это наш как раз музей фортепиано, единственный в России, наверное, музей фортепиано, наша гордость – коллекция Алексея Оставицкого, который помимо своей коллекции вокруг себя и при взаимодействии с администрацией сформировал целый ряд городских активностей. И вот я упоминал уже спасение или там обустройство сохранения объектов культурного наследия, то есть эта тема тоже реализуется городскими сообществами. То есть в абсолютно неформальной обстановке мы встречались, начинали встречаться весной или, может быть, в конце зимы 2020 года знакомиться, выявлять эти сообщества. То есть непосредственно креативщиков, начиная от спортсмены, художники, фотографы, медиакластер у нас интересный, молодежный, там-там-тв, который тоже активно участвует, как молодежное телевидение во всех этих проектах. То есть знакомимся, встречаемся, намечаем совместные цели, формируем совместные планы и планомерно их реализуем. Я прокомментирую для коллег, что когда мы говорим «точка кипения», это не метафора, это некий формат осишный, который есть на многих городах, но, возможно, я не знаю насчет в Смоленске, у вас в муниципалитетах. И здесь Алексей как раз говорит, когда «точка кипения» – это, собственно, определенный формат, это помещение, ну вот в Москве, на Кунишевском переулке это находится, ну во многих городах, в том же Тюмени и так далее, в Екатеринбурге. Я, по крайней мере, где-то в десятке точек был, но, естественно, не в каждом городе. Но это место сборки, по сути, бизнеса, власти, общества, вот где совместно эти проекты рождаются, обсуждаются, вот сообщество вокруг них структурируется. А вот вопрос такой, тоже такой же, который я вот Елене, вот я тоже вижу, она здесь сидит, записывает, вот задавал. Вот кто все-таки собирает это все? Ну, координирует? Понятно, что нет главного, да? Ну, как бы вот все-таки, это координационная позиция у кого? На самом деле, всякий раз по-разному. И мы с муниципальной стороны, и ТИЦ, ну, ТИЦ это муниципальная организация у нас, не частный ТИЦ, вот, и предприниматели порой сами выступают с такой инициативой собраться. И представители сообществ тоже у нас достаточно активны. То есть, ну, с разной стороны это бывает, поскольку это точка у нас, скажем так, неформальная такая точка кипения. При всем при том у нас существует абсолютно официальная точка кипения оси университетская нашего Рыбинского государственного авиационного технологического университета, которая также работает, ну, прекрасно работает, но она решает более задачи университетские и прикладные по отношению, конечно же, к промышленным предприятиям. Хотя с ними мы активно коммуницируем и те или иные проекты обсуждаем. У них чуть-чуть другой формат действительно университетских точек. Но вот, коллеги, кстати, может быть, я был лично свидетелем, я был ментором вот в 100 городских лидеров в первом потоке Волоколамска, и Федор как раз выступал, и Тюмени. И при мне Федор лично обратился к Светлане Чупшевой, попросил ее, она сдержала свое обещание. Сделали специальный формат точек именно для малых городов. И Федор у себя ее открыл. Можно вот, ну, тот Федор, который вчера выступал, можно вот ему эти вопросы задать. Честно говоря, я вот не был на открытии, не видел, но я видел помещение до, когда туда приезжал, и вот хороший формат. Вы тоже можете подумать об этом. И действительно... На самом деле, да, Андрей, вы буквально предвосхищаете. Мы как раз тоже с коллегами думаем о создании, о формировании некой молодежной точки кипения, такого вот формата. Ну, я уверен, что в ОСИ такие форматы тоже поддерживаются. Насколько я знаю, даже есть подобные такие вот точки кипения. Ну, может быть, вы поправите. У нас буквально недавно в муниципальную собственность приобретен дворец молодежи. Он, скажем, вернулся в муниципальную собственность, дворец молодежи, который планируется для различных молодежных активностей отремонтировать, ну, и вовлекать. Вот там, может быть, организовать такую молодежную точку кипения. Ну, то есть сейчас думаем об этом как раз тоже. Очень, коллеги, вот скажу, у меня даже формула такая есть. Развитие территории пропорционально количеству и качеству связей стейк-колдеров на территории. И точка – это тот связующее звено, где эти связи формируются. Это может быть и городской рынок, но там качество будет другое. Понимаете, да, вот количество и качество связей, ради чего создается это пространство, очень сильно влияет на развитие территории. И вот здорово, когда вы действительно откроете, да, вот у Федора тоже Степанова, Каламский, видите, успешных туристических вот таких проектов есть. Это обычно какая-то. И вот эта лидерская позиция и место, где встречаются люди, иначе они не образуют проект. Вот. А все-таки роль муниципалитета? Роль муниципалитета, их несколько, однозначно несколько. Это и организующая, и информирующая, и разрешительная, ну, конечно же, в той части, в части полномочий, которые есть. И с другой стороны, муниципалитет – это собственник целого ряда объектов, в которых размещаются и некоммерческие организации, и бизнесы в аренду используют помещения. И целый ряд объектов, которые еще, конечно же, предстоит вовлечь. В том числе, там, исторические особняки, которые там обременены обязательствами по сохранению. И это тоже, там, отдельно уникальная и штучная работа по вовлечению их в экономический оборот, ну, и заполнению какими-то устойчивыми активностями. Вот много ролей. Много ролей. Понял. Ну, вы их, соответственно, делите со всеми стейкхолдерами. Очень нежно, это важно, да? А вот вопрос, коллеги, если есть вопросы, то еще пишите в чате. Ну, вот, наверное, такое. Вот смотрите. Действительно, муниципалитеты, которые сейчас здесь присутствуют, 27 муниципалитетов в Хмолинской области. Вот вчера вице-губернатор, когда открывал, он сказал, что мы передаем непосредственно в экономику, да, из культуры в большей степени. И вот это, ну, действительно, новация, с одной стороны, да. С другой стороны, действительно, коллегам придется с чего-то начинать, да. Вот из чего, какие бы шаги вот на их месте вы бы сделали первыми, чтобы действительно превращать это в уже экономический фактор роста территории, вот взаимодействовать с этими ключевыми стейкхолдерами. Вот какие первые шаги до них? На самом деле, первые шаги и основные принципы – это открытость, наверное, как бы это банально ни звучало. И выйти с инициативой, провести какие-то круглые столы, выявить активистов, да, вот на местах, может быть, в маленьких муниципальных образованиях. Хотя администрация, наверное, знает о наиболее активных и предпринимателей, и активистов. И нужно с ними просто находить общий язык, находить точки стыковки и те проекты, те идеи, которые есть, что называется, формировать проекты, упаковывать проекты. Не обсуждать и не разговаривать, а превращать их в конкретные планы и дорожные карты. Можно добавить? Да, да. На самом деле, это очень такой закономерный переход. Вот, и если мы выстраиваем взаимодействие с инвесторами, да, они спрашивают бизнес-логику. Соответственно, вот правильный был вопрос, там, о турпотоке, там, о среднем чеке. Сейчас мы плотно работаем с данными Big Data Сбербанка, то есть по пониманию транзакций, на что тратит турист, и по карте будет понятно, откуда он там прибыл, его положение семейное там. Почему там, допустим, нам важно? Вот наши живые кварталы, на самом деле, это мастер-план территории, мы об этом сказали. То есть это своеобразный способ презентации наших возможностей и почему в него активно включаются собственники. Собственники заинтересованы либо в повышении капитализации, либо в изменении функции зданий. То есть они под изменение тренда ищут, как им либо им продаваться, либо искать партнеров, либо сдавать в аренду. То есть это живой процесс. Им нужны ориентиры. И когда они обращаются в тот же, допустим, ТИЦ, они же просматривают. Вот у нас сейчас прецедент, когда там из особнячка сделали бутик-отель. То есть тематически семейный бутик-отель. Причем это наш же рыбинский предприниматель, то есть как занимался там бизнесом металлообработка, и решил вот такой для семьи, для жены. То есть он говорит, ну меня устраивает такая длительная окупаемость. То есть был подобран объект ему, он туда зашел, он в общем-то свои цели решил счастлив. Опять же, это определенная бизнес-стратегия. Когда вот Алексей сказал про Ставицкого, это тоже такой момент. Это московский коллекционер, нашел формат, перевез коллекцию, по сути он сейчас создает около себя целую эко-среду, которая уже в бизнес-логике. То есть они платят деньги, они арендуют, они заинтересованы в общем администрировании, в общем маршруте, плюс места пребывания. И вот я считаю, что это очень правильный шаг, потому что логика, если логика культуры, то есть там немножко другая, есть бюджетные деньги, идет их определенной логики их использования. И это такое вот больше, оно массовое усиление с непонятным каким-то... Культура. А то да, на месте. То есть для кого это надо. А здесь, когда конкретные собственники, они тут же дают обратную связь. То есть сделали мероприятие какое-то там, ну условно говоря, увеличили продолжительность теплоходов, стоянок, да, и это почувствовал, допустим, там местный рынок, и уже пошла обратная связь. Нужно то, то и то. И вот эти сигналы, мы пытаемся их улавливать и переводить в такие вот бизнес-импульсы. Потому что предпринимателей, вот очень важен опыт Сергея Маяренко, он для начала познакомился со всеми. То есть вот просто прошел и спросил, какие у вас планы, кто, что на что-то, с кем, у кого-то там стратегия на 5 лет, кто-то рассматривает, как инвестор на 1 год. И тогда тоже понятно, мы для него ищем покупателя, либо инвестора. То есть мы здесь выступаем, ну вот Алексей от управления экономики, я от культуры, от туризма, выступаем такой, с одной стороны, командой, которая понимает интересы города и с главой, соответственно, в нашей команде. А с другой стороны, мы понимаем интересы того же бизнеса, потому что мы немало, мы не историческое поселение, к сожалению, мы не можем получать такие гранты, как у нас Мышкин или Углич. То есть мы мимо вообще вот этой истории идем. На историческую часть мы не получили ни копейки федеральных денег. То есть и это вам помогло более экономический подход сделать. То есть я слышал сейчас то, что вы фактически показатели юниты экономики, то есть средний чек, трафик, количество времени, проведенного в городе, там в зависимости от стоянки, это очень экономические показатели. Вот, коллеги, я ваше специальное внимание обращаю на это, что здесь очень важно. И фактически первый шаг, который вот нам говорят, коллеги, про то, что вы вместе все знакомитесь, рассказываете о планах, но это не говорильно, а вы делаете конкретные шаги, упаковываете проект, чем мы будем заниматься на следующей неделе, начиная. Да, вот здесь это очень важно. Да, тут и очень такой тоже интересный, мы выявили феномен, когда мы стали просто, вот у нас 46 кварталов, и мы стали собирать собственников прям по кварталам. И такой был интересный опыт, что люди впервые друг друга в лицо увидели. И они уже начинают, вот это была наша большая боль, когда один человек там открывает какой-то, значит, фирменный магазин, а второй открывает похоронную контору, там, либо секонд-хенд, и между ними нет координации. И мы начали просто на уровне здравого смысла объяснять, как все вместе мы можем выиграть, если у нас будет единая стратегия. И это нашло понимание. То есть люди между собой, сами предприниматели, стали общаться. И поэтому наш такое предложение вот о создании единого каталога этой недвижимости под таким вот соусом, что это лучшая торговая улица, и, как мы предполагаем, пошло такое использование под шоу-румы, то есть не просто магазины, потому что магазины перекочевали в современную часть города. И вот это вот союз собственников как один из проектов на 950-летие, плюс еще вот это вот хождение «Золотое кольцо», это тоже является таким маркетинговым ходом, и как его правильно использовать, и перевести в цифры, то есть насколько это все влияет, вот эти все статусы, или они такие больше имиджевого плана. Мы пытаемся это понять, чтобы у нас не было таких вот абстрактных таких размышлений, там, о, как классно туристы, там, где-где. То есть очень после «Урбан-спринта» нам дали такую тоже обратную связь, сказали, понимаете, туристов вам хватает, вы их не додайваете. Они приезжают с деньгами, уезжают с деньгами. Они ни на что здесь не тратят. И сценарий их пребывания там 2 часа, а должен быть 8 часов. То есть вот это тоже очень такой важный опыт, которым мы сейчас работаем. Как они, какой их сценарий, на что они потратят, где они переночуют, и как мы можем на это повлиять. А мы на самом деле можем на это повлиять. Да, да. Очень правильно, я говорю, вот и Касимов этот вопрос задал, то есть какой средний человек, сколько вы пребываете. и фактически вот то, что называется CGM, Custom Journal Map, его путь клиента, это очень важно понимать, безусловно. Будем тоже с этим работать. Коллеги, а вот есть ли еще вопросы у участников, вот как-то не очень активно, да, вот несколько вопросов, в чате я ничего больше не вижу. Вот, вы бы сами, какой бы вопрос себе задали со стороны участников, плечевой. Ну вот вчера мне очень понравилось выступление Волоколамска, великолепно сжато, я считаю, что это концептуальная вещь, даже на основе того опыта, который вот был вчера показан, можно уже прокачать свой город. Это замечательно, емко, и прям матрица дана. Поэтому вот для нас, вот опыт, который даже участие в этой программе, он уже полезен, потому что мы для себя увидели себя немножко со стороны. То есть, и, да, действительно, там, и такой момент, что опираться на собственные ресурсы. То есть, такая вот идея Чаучхе, о том, что мы все ждем, там гранты, там говорим, вот участвуйте, участвуйте. Это полезная мысль, что грант позволяет привести в порядок документацию. Не факт, что вы его получите, но это тоже такая, не единственный способ инвестирования. Очень много инвесторов рядом. То есть, вот это наше убеждение, даже по нашему городу, по промышленному, люди ищут, куда можно диверсифицировать. Внутренний, внутренний инвестор. И поэтому для нас вот такой тоже момент, вот мы ищем этот опыт, эти кейсы, как внутреннее, как может способ коллективных инвестиций. Вот коллективных инвестиций для того, чтобы поднимать более такие серьезные проекты и выстраивать уже такие вот, ну не знаю, там, смыслообразующие там предприятия. Вот этого у нас опыта нет, мы его по всей России тоже ищем. Но быть любопытным, это тоже важно. А вот правильно я услышал вас, вот этот союз собственников, то есть это фактически некий вот этот коллективный стейкхолдер, да, и они как-то между собой договариваются, как, ну вот, взаимодействовать с муниципалитетом, например, да, или как-то. Ну да, это опять же наш, то, к чему мы стремимся. Вот пример, вот улица Рубинштейна в Санкт-Петербурге, то есть там они, значит, владельцы этих кафе, они создали такую вот организацию, причем она с одной стороны некоммерческая, с другой стороны, она позволяет уже улице быть единым целым, то есть экосистемой. Она понимает ее интересы. Представлять через какую-то ножку, да, фактически интересы собственников. Так что, да. И она уже взаимодействует и там с службами безопасности, и по режиму. То есть это, по сути, такой, как вот институт ночного мэра, потому что вечерняя жизнь в городе, это всегда проблематика. А главная претензия молодежи, что в городе скучно, что там после пяти делать нечего. И мы понимаем, что без объединения вот здесь вот усилий и без какого-то ИПР, ИДЖР, то есть тут не обойтись. То есть сами владельцы не кафе, там, не ночных клубов, не знаю, там, театров, они здесь не решат эту задачу. И они на этом этапе начинают объединяться и какие-то моменты начинают делегировать. Даже поиск стороннего инвестора, даже вот создание единого каталога, это тоже люди говорят, ну, давайте сделаем, потому что мы понимаем, для чего нам это надо, мы готовы уже поучаствовать в этом. То есть никаких абстрактных таких вот моментов, а конкретные четкие задачи, под которые люди начинают объединяться. То есть и мы им объясняем, как вот, допустим, тот же а-ля такой статус Министерства Торнического Развития о том, что это улица Торговая улица может повлиять нам на привлекательность их квадратных метров в глазах, допустим, сетевых компаний. И, как вы важно сказали, да, что вот эта вот управляющая компания, мы тестим, наших собственников, показывая их федеральным игрокам. То есть могут они сюда зайти, на каких они условиях согласны свою собственность передать, потому что, к сожалению, большинство собственников, они таких с 90-х годов люди уже пенсионного возраста и поуставшие, где-то уже потерявшие там стратегический горизонт. И они хотят выйти, то есть они ищут способ выйти, но не потеряв лицо. Вот это тоже очень такой важный психологический момент. То есть не дожимать, говорит, вы там не соответствует мне в формате. А как они могут через передачу управления, через продажу дальнейших могут выйти? Спасибо. У меня к вам просьба. Ну, презентация, да, мы сейчас скинем, все, спасибо, передадим, да, участникам с вашими контактами. Я, кстати, в Фейсбуке тоже вас отметил, и там есть ряд вопросов, комментариев, буду благодарен, что ответите. У меня вот какая просьба к вам. На самом деле, очень интересно, что вы, что вот Федор, что Касимов, ну, все коллеги, которые, я бы вас хотел бы пригласить, на самом деле, посмотреть, ну, вот, когда действительно у нас будут структурироваться проекты, или они уже в определенной стадии войдут, вот в качестве, ну, вот, оценки, рекомендации, критики. Вот, как вы принимаете? Да, да, конечно, конечно, это и нам самим интересно будет, посмотреть на практики участников других, конечно, это интересно. Тем более, действительно, у коллеги находятся еще на самом старте. Вот, Елен, вы как, согласны? Ну, да, конечно, с удовольствием. Вот, Федор тоже, я его заочно получил, да, согласие. Вот, Степанов, кто в Волкаламск. Ну, вот так, коллеги. Так что, видите, у вас уже есть менторы, да, действительно. Спасибо большое. Вот, тогда будем завершать. Вот. Спасибо за внимание, коллеги. Всегда готовы делиться практиками и улучшать жизнь у нас и у вас и в России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.